Десятилетие С 1632 по 1642 является в полном смысле слова Счастливым периодом в жизни Рембрандта Молодому мастеру сопутствует слава и удача Он завален заказами, в мастерскую стекаются ученики А вместе с Саскией в его жизнь вошли семейное благополучие и веселье И в апофеозе счастья в 1633 году, вскоре после свадьбы Рембрандт пишет свой всемирно известный автопортрет С Саскией на коленях В котором синтезируются все его юношеские искания в автопортретном жанре Здесь, полный жизненного задора и неуемной молодой энергии Влюбленный художник изобразил себя вместе с любимой женой В веселый час, за богато уставленным явствами, пиршественным столом Только сейчас кто-то раздвинул перед нами тяжелые занавеси До того скрывающие от нас ярко освещенную комнатку с влюбленной парой Одна из этих занавесей еще видна в верхнем правом углу картины Открывшаяся нашему взору композиция пространственно не глубока Но в высшей степени динамична Спокойная поза Саски только усиливает это впечатление Огромный Рембрандт на первом плане, в правой части картины В черной бархатной, надвинутой на бекрень широкополой шляпе С белым страусовым пером, нарядным отороченным золотисто-красным мехом безрукавном камзоле Из которого торчат чероченные рукава ярко-красной рубахи Держит на коленях пышно разодетую Саскию Обхватив ее талию левой рукой, а правой поднимает узкий и высокий хрустальный бокал Наполовину заполненный светлым вином Сейчас он достанет им до верхнего края полотна Мы слышим, как пенится шампанское, как шуршат тяжелые ткани Мы слышим низкий голос Рембрандта, провозглашающего тост за счастье, за жизнь и красоту Здесь мы как бы подсматриваем и подслушиваем интимные стороны жизни художника, бьющие через край 29-летний Рембрандт, с выбивающимися из-под шляпы распущенными локонами подкрашенных черных волос Опускающихся к плечам и закрывающих шею, сел боком к зрителю Слегка откинулся назад и полностью повернул к нам свое групповатое, безбородое лицо, проясненное щедрой улыбкой, как бы предлагая разделить с ним безмерную радость У него широкий мясистый нос, пухлые красные губы, белоснежный ряд зубов, темные закрученные усики, энергичный подбородок К ремню, опоясывающему его выше талии, под грудью, прицеплены ножны длинной шпаги, упирающиеся острием влево нижний угол изображения Рембрандт похож не то на потомка знатных рыцарей, перующего в собственном замке, не то на какого-то щеголя рейтера с веселой девицей в дорогой таверне Молодые, умные, зоркие глаза его смеются, в них задор и усилие, вместе с тем беспечность, выразительность и страсть Выставляя себя в таком виде, он и не думает, что в этом можно усмотреть бескусие Он показывает только, что он безумно рад и счастлив, потому что его жена прекрасна и нарядна Хотя одежда ее сдержана по цвету У нее пышный зелено-коричневый лифт, украшенный гирляндами накладных пестрых лент и украшений Широкие рукава, широкая зеленая юбка Ее плечи оббиты широким ожерельем с медальонами, а шея жемчугом Прическа королевы, короткие сбитые волосы, охваченные золотым ободком Она достойна восхищения Она сдержана, сидя к нам спиной на коленях силача мужа, она чувствовала себя прекрасно, но заслышав нас, повернулась к нам нежным личиком, еще озаренным светом улыбки, но уже смутилась Мы читаем в ее прищуренных глазах и полуоткрытом эротике испуг и в то же время приязнь и иронию по отношению к непрошенному гостю Мы чувствуем это родившееся в ее душе внутреннее напряжение и нерешительность Быть может, через мгновение она спорхнет и убежит прочь Ее уже смущает и собственная поза, и шумная веселость мужа Но тому не страшно показаться ульгарным или хвастливым Он может подчиняться только законам своего чутья, своей силы, своего темперамента и своих исключительных дарований Он живет в мире мечтаний и радостей Вдали как от простых людей, так и от чваных лодырей и ловких делецов Ему и в голову не приходит, что они могут возмущаться, что его могут осуждать Вся картина, как и его теперешняя жизнь, пронизана потоками падающего сверху радостного бесконечного света Он играет на его грубом лице и шляпе, бросающей прозрачную полутень на правую часть лица На дорогих тканях одежды Саски Нежные переливы золотистых и коричневых тонов усиливают оптимистическое настроение картины Выполненной со всем размахом рембрандтовского реализма Художник любовно и страстно обрисовывает даже мелочи Слева на уровне талии Саски, рядом с прижавшимися к ней толстыми пальцами художника Мы видим краешек стола с явствами На металлическом блюде разложен аппетитный паштет с торчащим над ним красавцем С зажаренным павлином, распустившим свой царственный хвост В картине нет никакого ритма форм, то есть повторяемости, строго очередования границ разноцветных тональных пятен Они проходят в самых разных, порой неожиданных направлениях Строго фиксируя мгновенное расположение предметов и фигур, на смену которому приходит совсем иное В этом произведении, образы которого полны бурной радости бытия С особой яркостью воплощено оптимистическое мироощущение художника Его уверенность в собственных силах Дрезденский автопортрет представляет собой более сложное явление Чем это может показаться на первый взгляд Обычно в этой картине видят, прежде всего, воздух жизненных удач художника Осознание молодости, здоровья и богатства Все это, безусловно, в ней есть Но в ней есть и другой оттенок, который чувствуется в дерзком смехе И почеркнуто в бульгарном лице художника В открытом и непосредственном выражении своих эмоций Оттенок нарочито и богемы и вызова по пропорядочному бюргерскому обществу В которое художник так домогался вступить и которое всегда оставалось ему чуждым В картине уже видны признаки той дерзости личного поведения художника Которая впоследствии так шокировала чопорные семейные нравы голландской буржуазии Очевидно, желая загладить нескромность Рембрандта картину Долгое время называли «Пир лудного сына» Несмотря на то, что портретное сходство явно выдавало действующих лиц Никогда до этой поры личное начало в рембрандтовском творчестве Не выступало с такой силой и откровенностью, с такой энергией самоутверждения Налет тригокомической бурлескности, скандального эпатажа Имеющийся в картине якобы на библейский сюжет Это самая яркая вспышка того бунтарства, которая характерна для большинства произведений Рембрандта, созданных в 30-е годы Но в автопортрете с саской на коленях Рембрандт все же не только и не столько протестует и не спровергает Основная идея этого большого холста – гимн человеческому счастью Исполнены полнокровные радости и могучей широты Бурный темперамент, великолепная жизненная энергия, страстное языческое упоение всеми радостями бытия Вот чувства, которыми в первую очередь насыщена картина Это поэтическое прославление завоеванной нидерландской революцией свободы индивидуальности Ее художник желает всем и каждому Обе фигуры в композиции повернуты лицом к зрителю И Рембрандт приветствует его своим щедрым жестом и открытым взглядом Великолепие костюмов вовсе не противоречит принципиальному демократизму Автопортрета Саскии Наоборот, этой нарядностью Рембрандт словно провозглашает, что все богатства и красоты мира – достояние всех людей Что любое жилище может стать для них дворцу Что на дивном пиршестве жизни все богаты и веселы Такая счастливая утопия встречается лишь в очень немногих произведениях Рембрандта Перед которым вскоре полностью раскроются страшные конфликты жизни буржуазного общества Никогда мы больше не увидим его таким веселым и беззаботным, таким безумным от счастья Не верится, каким задумчивым и угрюмым станет Рембрандт через каких-нибудь 6-7 лет Но тем ценнее для нас это редкое, проникнутое свежей и чистой радостью полотно великого мастера Че позднее творчество станет истинным прозрением человеческой трагедии будущего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...